Телекомпания «Вид» представляет. Далёкие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова «Непутёвые заметки». В суету городов и в потоки машин Возвращаемся мы, просто некуда деться И спускаемся вниз с покорённых вершин Оставляя в горах, оставляя в горах своё сердце Так оставьте ненужные споры, я себе уже всё доказал Лучше гор могут быть только горы На которых ещё не бывал На которых ещё не бывал Доброе утро! Три воскресенья подряд нам предстоит знакомство с горнолыжными курортами Австрии и Швейцарии У каждого из них свои особенности и свои преимущества Я думаю, наш опыт будет полезен и тем, кто уже осваивает Этот прекрасный вид отдыха Или только собирается это сделать Очень, кстати, правильное решение Кто готов впервые встать на горные лыжи И открыть для себя поистине новый мир И может быть, наши очерки окажутся полезными И опытным горнолыжникам Привыкшим к определённым курортам Традиционно раз, а то и дважды в году Ездящим в одни и те же места А мы же побываем в нескольких регионах Посмотрите, сравните, может быть, пригодится Тироль Мэр Хофен, 31 декабря Этот горнолыжный курорт находится в часе езды от Инсбрука Самые важные и интересные альпийские курорты Расположены рядом с Инсбруком Мы приехали накануне Нового года Когда все отели и пансионы были переполнены Ради чего же сюда съезжаются еженедельно тысячи Десятки тысяч туристов Из далёкой Англии, соседней Германии Ещё более близкой Швейцарии Ведь вроде бы у них-то те же самые Альпы Да отдых здесь дешевле И практичные швейцары это хорошо знают Ну и, конечно же, из России О, родные земляки Идёшь ли по центральной улице Заглядываешь ли в магазин Спускаешься ли по горной трассе Стоишь ли в очереди на подъёмник Всюду слышишь родную русскую мову Вот, кстати, наверняка наши люди Видимо, он ей говорит Смотри-ка, смотри Это тот, который клуб натуралистов ведёт Где? Этот? Да нет, ты чё? Это же Крылов Сергей Мэр Хофен – обычный австрийский городок Уютный, спокойный И многолюдный в те недели, что считается пиками сезона Городок Но это по нашим меркам сильно сказано Так, альпийская деревушка Зато по ней ходишь, как по картинной галереи Столетиями Столетиями местные жители, как и их предки Со вкусом и изобретательностью Украшают стены, окна и двери своих домов Причём ведь их хозяева – самые обычные люди Обыватели Но генетически привитые чувства эстетики И определённых моральных устоев Позволяет им облагораживать пространство вокруг себя Но не далее Ибо в крови европейцев сидит принцип Правит-проперти Частной собственности Оттого не только лыжи, оставленные поздним вечером возле бара Но и ботинки никуда не денутся В этом я убеждался сам Даже подростку с умом и понятиями на уровне инфузории туфельки Не придёт в голову взять здесь чужое Хотя у нас и случилась неприятная пропажа Но об этом позже В качестве назидания другим Эстетика повседневности – вот главное отличие таких стран, как Австрия, от нашей Азиопы Из поколения в поколение они привыкали сами И приучали своих потомков жить в красоте, чистоте и честности И это главное отличительное качество австрийцев Они склонны к гармонии и порядку И ещё они очень радушны Они куда как легче и простодушнее в общении, чем швейцарцы Вот эта особая демократичность наиболее заметно проявляется в отелях Здесь очень домашняя семейная обстановка Как правило, отелем владеет одна семья Они же и основной обслуживающий персонал Заменяющий друг друга на администраторской стойке Или буфетной, на кухне или в ресторане Мы вот жили в типичном четырёхзвёздочном отеле Это Елизабет Хозяйка отеля И её муж А это они же в молодости Его мама готовит на кухне Их дочь работает официанткой Лишь номера убирает девушки по найму По-моему, балканские мигрантки Вечерами постояльцы и хозяева собираются в холи и в ресторане В новогодние рождественские дни Каждый вечер что-то происходило Маленькие семейные праздники Где-то в середине недели Постояльцы вправду начинают чувствовать себя одной семьёй Вместе с нами в отеле Несколько русских семей было Английских и три молодых пары кенийских индусов Видимо, дети новых кенийцев Однако близкое общение вовсе не обязательно Любители романтического одиночества Проводили вечера в сауне Или бассейне Для постояльцев они бесплатны Для гостей за небольшую мзду В качестве совета Первый день посвятите адаптации Побродите по городу Подавитесь на красоты Привыкните к местному климату А ещё сходите в лыжный магазин Их в любом городке несколько десятков И в каждом есть ски-рент Прокат оборудования Это ведь только опытные горнолыжники Привозят с собой личное оборудование Конечно, здесь же можно купить И горнолыжную одежду Но это если вы приехали из провинции А москвичи за такие деньги А то и дешевле могут купить Экипировку в столице Просто здесь выбор больше Брать комбинезон или штаны с курткой Ну это дело вкуса и удобства Комбинезон выглядит элегантнее Но когда входишь в туалет Или в ски-бар То куртку легко сбрасываешь А комбинезон приходится завязывать на поясе Ну впрочем, это все такие мелочи Сами решите, не маленькие Главное это четко выразить мастеру Который будет подбирать вам оборудование Каковы ваши возможности И ваши намерения То есть ваш уровень подготовки И не стесняйтесь при выборе ботинок Менять пару за парой Это как у Золушки Ботинок должен прийтись вам в самую пору Вы должны почувствовать Что это ваш ботинок С учетом вашего веса И предполагаемой сложности спусков Продавец настраивает крепление таким образом Чтобы в случае экстремальной ситуации Лыжа отстегнулась бы от ботинка И тем самым предупредила бы перелом Настройщики крепления несут Юридическую ответственность Поэтому делают свою работу Очень скрупулезно В Австрии Недельный прокат лыж и ботинок Для начинающих Стоит около 60 долларов Для опытных Чьи лыжи и ботинки выше классом Долларов 80 Сноуборд, это доска с ботинками Чуть подороже Ну, а о сноуборде Это отдельная песня И не стремитесь брать Крутые ботинки Ботинки новичка должны быть Несколько мягче Лучше быть здоровым Чем переломанным Но с наворотами И еще важное дополнение Это ски-пасс То есть абонементный пропуск На подъемнике Вот он, точнее она Эта бумажка стоит едва ли Не в два раза дороже Недельный эски-пасс Для взрослого Стоит около 150 долларов А для детей В два раза дешевле Итак, Австрия Канун Нового года В долине Цилерталь Приютился альпийский городок Майерхофен Один из самых недорогих горнолыжных курортов Австрии Здесь разворачивается событие нашего фильма Который мы назвали Непутевые заметки Или День Хорька По мотивам известного одноименного фильма День Сурка Ну, мы могли бы назвать его и День Сурка Но Сурка-то у нас не было А был Хорек А так все как в первоисточнике Каждое утро мы вставали в одно и то же время Под одну и ту же мелодию Хозяйка радостно приветствовала нас Выученными русскими словами И позавтракав, груженные лыжами Мы отправлялись, стуча испанскими сапогами К подъемнику, в центр города Кабинка возносила у нас на двухкилометровую высоту Где расположена гора, названная в честь Сережи Пенкина Она так и называется Пенкин А шлягером этого сезона, заводившей даже грудничков Была песенка Антона Стироли, звучавшей с утра до вечера Вместе с нами в горы поднимались индейцы Собаки, младенцы На Пенкине немало голубых маршрутов Опытные куролесы знают, а чайникам объясню Голубые маршруты – это трассы пониженной сложности для новичков А красные – это посложнее, но вполне преодолимые Ну, а черные – это уже совсем для отчаянных Кому не повезло в любви И он решил для себя – либо-либо Но мы-то в любви были счастливы и выбирали красные Исходя из своего весьма скромного опыта, скажу Спуститься новичку и остаться в живых можно и по сложной красной Спуститься Но удовольствие ты получаешь ведь не от тщеславного сознания Вот, мол, я спустился с трех с половиной тысяч метров А от катания А для того, чтобы кататься, надо овладеть некоторыми обязательными навыками Но сначала, поскольку в горах наступило время обеденное, ненадолго прервемся На каждой вершине, которую переводит подъемник, находится либо ресторан, либо ски-бар Как правило, рестораны находятся в старинных австрийских избах Здесь очень уютная и веселая обстановка Основное блюдо в таких харчевнях или по-нашему по-австрийски штубе Копченые свиные ребрышки навертили с непременным шнапсом и пивом Простые венские сосиски, которые в Австрии называют франкфуртскими, брыжущие соком К ним идет тушеная капуста, сладкая горчица, свежетертый хрен и большой запотевший бокал пива Вот так они и наслаждаются здесь Наслаждаться – это девиз австрийской туристической индустрии Отдых должен быть наслаждением, говорят австрийцы И добавляют – нет удовольствия – нет здоровья Может создаться впечатление, что большинство лыжников именно здесь проводят основное время Потому что все эти бары переполнены и в 11 утра, и в полдень, и в 3 часа дня КОНЕЦ Однако вернемся к прозе – на землю Для того, чтобы получать удовольствие от катания в горах, новичкам необходимо соблюсти несколько правил Первое – желательно еще до поездки, если вы в физически запущенном виде, привести себя, ну, хотя бы в состоянии легкой тренированной формы И желательно делать упражнения на растяжку Иначе в первый же день и в последующие три будут болеть ноги и руки, не привыкшие к нагрузкам А занятия растяжкой предотвратят ненужную травму Все это, говорю, исходя из собственного опыта Я ведь руку растянул на второй день при падении, и ноги отваливались уже в первый же день Во-вторых, если есть деньги, возьмите хотя бы на первые 2-3 дня инструктора Персональный тренер стоит около 150 долларов в день А занятие в группе из 7 человек обойдется вам в 120 долларов в неделю Опытные горнолыжники знают нехитрую формулу зимнего отдыха Австрия, Франция и Швейцария Франция для экспертов, Швейцария для элиты, Австрия для всех Горнолыжный отдых в Австрии самый демократичный и разнообразный во всей Европе Ночная жизнь Майрхофена – это бары, дискотеки, рестораны, интернет-кафе А в часы смены тысячелетия творилась настоящая ватханалия Казалось, что весь запас пиротехники, закупленный Австрией у Гонконга, оказался именно здесь, в Майрхофене Ветераны войны, ну немецкие, естественно, которых мы встретили, говорили, что во время Сталинградского сражения было куда как тише А наутро день сурка, то есть день харька продолжился Но об этом в следующем воскресенье, когда я расскажу вам о сноуборде, а также покажу вам другие вернолыжные австрийские курорты Сан-Антон, Зейфельд, Зальбах, ну чтобы вам было из чего выбирать А пока все. Хотелось бы думать, что мне хоть отчасти удалось передать атмосферу горнолыжного курорта Сейчас сезон ведь в самом разгаре и продлится он до апреля-мая, а на ледниках так и вовсе круглый год Но лучше не откладывать Я прощаюсь с вами на неделю. Пока. Ваш восторженный Д.К Субтитры сделал DimaTorzok